Зет-блогеры вспомнили про певца Валерия Меладзе и снова перешли в атаку. Все началось с видео, которое выложило издание Мэш. Пост сопровождается словами. Валерий Меладзе уплетает грузинскую кухню в ресторане на Рублевке в Московской области. Среди возможных причин приезда — корпоратив, который стоит 12 миллионов рублей. Ну и дальше началось. Перед этим не забудьте поставить лайк, ну и переходим к словам зет-блогеров. Большой пост выкатил военкор комсомольской правды Александр Коц. Так давайте этот корпоратив транслировать онлайн. Только камеры направить надо не на сцену, а на благодарный зал. Чтобы посмотреть на счастливые лица тех, кто весело отплясывает под любителя нацистских лозунгов. Меладзе-то, ясное дело, беспринципный мерзавец и поиздержавшийся конъюнктурщик. Но кто эти люди и в каком мире они живут на третий? 11-й год войны, чтобы смотреть в рот тем, кто на тебя буквально нагадил. Ну что это за девиация? Ну и конечно, на виновника торжества, готового вываливать 12 миллионов, желающие могут посчитать в дронах, тоже хочется посмотреть. Вдруг он еще не знаменит? Так дурная слава его быстро найдет с такими музыкальными пристрастиями. Вообще, Валерий Меладзе за это сообщество не любит уже давно. Во-первых, в первые дни войны он выступил против боевых действий. Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить. Пройдет время и уже в январе 23-го года в интернете появится видео с Меладзе, где певец во время новогоднего корпоратива в Дубае говорит героям слава. Моей жене, моей жене, Вера, 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 Слава Украине, брата. О, красавчик, обожаю тебя, обнимаю. Разумеется, те или патриоты тогда начнут всячески пинать Валерия Меладзе. Я могу, вот правда, я могу представить себе, что я с уважением отношусь к человеку, который, так сказать, ну против специальной военной операции. Который полагает, что все, ну там, который противоположный моей там позиции. Да нет проблем. Я могу к нему относиться с уважением. Если он четко, недвусмысленно, так сказать, ее, свою позицию излагает. Но когда он говорит, значит, героям слава, мне как-то вот прямо вот какое-то ощущение, извините, брезгливости. А сенатор Елена Афанасьева даже призовет лишить артиста российского гражданства. Через несколько месяцев после этого корпоратива Меладзе опубликует еще один пост. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы, напишет Меладзе. Ну и сейчас, когда стало известно о его выступлении в России, воинкоры включились в интернет-борьбу. Рия Катюша пишет. Вот вам Владимир Владимирович и власти любят участников СВО и думают о них каждую минуту. Так думают, что кушать не могут. И именно для этого вслед за Ревы и разговорами про возвращение Урганта уже привезли с киевского гей-парада и героям слава Меладзе. Вслед за сигналом и пошла волна. В ЭК-фест вместо бессмертного полка. Шабаш ПМФ во время траура в Луганске и Запорожской области. Ургант и Меладзе как последний гвоздь в разговоры про Россия возрождается. В общем-то, что ни день, то предательство. Как же тяжела жизнь зет-патриота. Выводы у провоенных блогеров неутешительные. Так и проиграем войну. Можем хоть Киев взять, хоть Львов. Хоть две капитуляции подпишет Украина. А проиграем. С тоской признает Андрей Медведев. С тоской признает Андрей Медведев.